Здравствуйте, уважаемые любители музыки! Большой виниловый привет! Друзья мои, спасибо! Спасибо подписчиков! Все больше и больше значит интересно, кому-то интересно то, что я делаю, про то, что я рассказываю. Сегодня хочу сделать очередной обзорчик пластинок небольшой. Сегодня пластинки будут в состоянии идеальном, в суперсостоянии. Не аминт. Большинство из тех, которые я оцениваю не аминт, это вовсе не игранные пластинки. Просто, как я уже говорил, минт я стараюсь не ставить. Спасибо вам большое за комментарии. Я на все комментарии стараюсь, по мере возможности, ответить. Ну, на адекватные, по крайней мере. Точно. Итак, давайте не буду вас задерживать. Начнем с двойника Брайна Адамса, 1991 года. Очень известный, распространенный. На мешке будет навалом, но он не самый дешевый. Здесь, конечно же, должна быть вкладка. Она тут есть, я ее не буду доставать. Она в отличном состоянии, так же, как и сам двойничок. Все конверты, друзья, опять-таки, повторю, для тех, кто раньше не смотрел. Все конверты я оцениваю состоянием ВГ, так как это бумага и бумага БУ. По моему скромному мнению, выше она быть не может. Хотя вот у Брайна Адамса вот именно это я считаю, что ВГ плюс даже. Очень хорошее состояние конверта. Не мят, вроде бы ничего. По цене я считаю, что адекватная цена на такой двойник должна быть около трех тысяч рублей. Ну, как в идеальном состоянии. Вот. Но, само собой, в магазинах и даже на мешке он будет, наверное... А, кстати, по-моему, и новоделы были. Вот за новоделы будут просить там по пятер, по пять-шесть тысяч. А это оригинал девяносто первого года. Будет стоить около трех, как я сказал. Свит. Прекрасный Свит. Очень люблю эту группу. Мне нравится их рок. Вот это, естественно, Greatest Hits. Это сборный альбом восемьдесят шестого года. Пресс голланд... Да, предыдущий тоже был пресс голландский. Брайна Адамса, я имею ввиду. Это восемь шестой год. Голландский пресс. Редкий. Редкий. Можете пробить его на дискокс. Вот номер поближе покажу. Надеюсь, будет видно. Вот по этому номеру можете пробить его на дискокс. Цена начинается от 12 евро, по-моему, там... Я даже состояние не смотрел, там... Ну, ВГ. В общем, ВГ состояние будет от 12 евро. На мешке я такой, естественно, не увидел. Он редкий. Их, по-моему, штук пять или семь на дискокс всего. Стоимость... Вот его будет 1800 рублей. Из-за редкости. Из-за того, что он идеальный. Фил Коллинз. 1989 год. Оригинал. А, ну, все... Друзья, все пластинки будут сегодня оригинал. У меня, как правило, 99% это оригиналы. Это не новоделы. Максимум, это просто переиздание. Но хорошее переиздание тех лет. Итак, Фил Коллинз. Пластинка очень и очень распространенная. Кто такой Фил Коллинз? Музыканты, в том числе, из Genesis. Все прекрасно знают. Стоимость такой пластинки в идеальном состоянии, я думаю, тысяча-полторы будет. Мадонна. Кто эта девчонка? 1987 год. Опять-таки, повторюсь, оригинал немецкий. Вот это немецкий. Да, Фил Коллинз тоже был немецкий пресс. Пресс немецкий. На мешке они будут. Причем будут и новоделы, в том числе. Новоделы, опять-таки, будут дороже оригиналов. А вот этот в идеальном состоянии, я полагаю, ну, 1700 рублей. Примерно вот так он должен стоить. На мой скромный взгляд. ЕС. Big Generator. 1987 год альбом. Хороший, интересный альбом. Хотя и поздний. Многим нравится ЕС. Конечно же, ранний. Но вот очень неплохой альбом. Очень распространенный. Стоимость полторы тысячи рублей. И то только за то, что он в идеальном состоянии. Так, далее. Юритмикс. Юритмикс. Это, по-моему, 89-го года их альбом. Да, 89-го года. Не самый частый пресс. Это австралийский пресс. Но прописан он идеально, так как австралийские прессы частенько, показываю вкладочку, такая вкладка постер, частенько изготавливались в Англии. В частности, вот именно эта пластинка изготовлена, по-моему, в Англии. Но пресс считается австралийский. Так, ладно, это я потом уберу. Стоимость пластинки такой будет 1400 рублей. Боб Дилан. Это, друзья мои, неофициальное издание, итальянское. Я именно эту пластинку не прослушивал. Я прослушивал похожую. У меня были такие уже. Изготовлена она в компании Buhai Records. Вот такое интересное название. Ну, я, по крайней мере, так его прочёл. Не самая частая пластинка, но она и не шибко дорогая, так скажем. Да, конвертик ещё в заводской плёночке. Ну, думаю, 1300 рублей. На мешке не знаю, будет или нет, не скажу. Абба, The Album, 1977 год. Но это нечастое английское переиздание. Сейчас покажу. Я его положил даже вот в такой новый японский конвертик, пакетик антистатистический. Почему? Потому что хотел оставить себе. Это вот такой должен быть оригинальный внутренний у него. Он разворотный. В Англии всего выпустилось, по-моему, 7 или 8 прессов этого альбома. Кстати, это не так много, потому что этот альбом очень многотиражный. И, к примеру, даже в СССР он выпускался 20 раз. 20 разных прессов было. А в Англии только 8. Так вот, это не самый частый, я бы даже сказал, редкий пресс. Это переиздание начала 80-х годов, так как у 77 и 78 года английских прессов пятачок должен быть жёлтым. Здесь, как видите, вот такой светлый пятачок эпик. Кстати, это переиздание английское стоит ничуть не меньше, ну, хотя взять тот же Дискокс, по Дискоксу судя, ничуть не меньше, чем оригинал 77 года. Друзья мои, в идеальном состоянии, полагаю, не менее полутора тысяч рублей стоит такой альбом. Абба, опять-таки, Абба Ватерлоу. Вот это уже оригинал, но не шведский, как у меня обычно бывает. Это канадский. Канадский оригинал 74 года. Доставать пластинку нет смысла, она там в антистатистическом пакете, но это стопроцентный оригинал. Сколько стоит, друзья, не знаю. Да, конверт ещё в заводской плёночке, кстати, вот, 74 год. Ну, полагаю, тоже не менее полутора тысяч, потому что в идеальном состоянии. А так, я посмотрю, сколько на мешке и постараюсь поставить как можно дешевле. Ну, думаю, так, от полутора до двух тысяч рублей он должен стоить. Роллинги. Rolling Stones. 86-й год. Dirty Works. Work. Грязная работа, в общем. Оригинальный внутренний. Пластиночка, как и положено, должна быть вот в таком антистатистическом пакете. Это не самый дорогой, конечно, альбом роллингов. Он распространённый. Стоить будет, так как в идеальном состоянии, полторы тысячи рублей. Эрик Клэптон, Август. Да, пресс роллингов, Канада. Эрик Клэптон, Август. Разворотный конверт, как положено. У меня он был уже много раз. Его забирают практически сразу. Пресс канадский, как положено, на Duck Records. Что ещё сказать? Ну, пластинка очень распространённая, интересная. И я полагаю, стоимость такой пластинки, как и раньше была полторы тысячи, так и сейчас осталась. В идеальном состоянии полторы тысячи, естественно. Далее. Майкл Джексон. Майкл Джексон 84-го года. У меня лично такого альбома нет. Почему? Потому что я, например, считаю, что здесь таких вот забойных хитов Джексона нет, конечно. Но зато здесь есть оригинальный постер. Тоже в идеальном состоянии. Постер 60 на 60, примерно такого размера. Пресс, опять-таки, канадский. Стоит он недорого по сравнению с другими альбомами Майкл Джексона. Думаю, около полутора тысяч рублей. Супер Трэмп. Супер Трэмп. Альбом 87-го года. В прорезном, как положено, конвертике. С оригинальным внутренним. Безусловно. Пресс американский. Они были, эти пластинки, этот альбом, были в разном цвете. Вот это американский пресс, как я сказал, в розовом цвете. Были еще, по-моему, желтые, такие голубенькие. В общем, довольно распространенный альбом. Стоит он не так, чтобы дешево. Около двух тысяч рублей. Кстати, вспомнил, группа Супер Трэмп образована в 1969 году. Хороший рок. Карс. Ну, вот это одна из моих любимых групп. Вот, пожалуйста, оригинальный внутренний. Это их первый альбом. 78-го года. Американский оригинал. Можно сказать, что это первый пресс. Первый пресс первого альбома. Кстати, вот это никто иной, как Наталья Медведева. Кто не знает, это модель, актриса, писательница, бывшая жена Лимонова. Она была дружна с музыкантами этой группы, с Риком Акасиком, в частности. Вот и она здесь, на обложечке. Стоимость такого первого пресса будет 2000 рублей. Блюз Бразерс. Еще одна любимая мной группа. Естественно, она у меня в моей фонотеке есть. Это 80-й год. Образована группа, понятно, двумя актерами, комиками. Дэн Эйкрид, по-моему, его зовут. А это Джон Белуши, брат Джеймса Белуши. К сожалению, Джон рано умер. А Эйкрид, по-моему, жив до сих пор. Стоимость такой пластинки будет около полутора тысяч рублей. Джон Энтвисттл. О! Это основатель и бас-гитарист группы The Who. Замечательный музыкант. Пластинка довольно распространенная. Это 81-й год. Она у меня уже тоже была. На мешке, скорее всего, будет достаточно предложений. Полагаю, что она стоит около полутора тысяч рублей, учитывая такое замечательное, идеальное состояние. Пресс немецкий. Предыдущий Блюз Бразер тоже был немецкий пресс. Линда Ротстад. Ну, как мне сказали, мною незаслуженно обиженная, так сказать, обойденная. В прошлый раз, когда показывал, так скажем, распаковочку, то сказал, что там лежат пластинки, которые не такие интересные. И в том числе назвал Линду Ротстад. Ну, это замечательная американская музыкант, певица. Но дело в том, что я назвал ее в том числе, почему в том списке? Потому что она не очень у нас востребована. Она выпустила очень много. И некоторые пластинки довольно интересные были ее альбомы. Но у нас она никогда не была популярна. И поэтому я ее в такие не очень востребованные. Вот небольшой пример. У меня на мешке, к примеру, стоит редкий цветной двойник ее. Так вот он у меня стоит уже, ну не знаю, больше полугода. Цену я поставил ниже, чем в Европе, и никто ее не берет. Вот вам доказательства. Да, вот это ее альбом 1973 года. Стиль здесь у нее такой, знаете, джаз-вокал, смуз-джаз. Неплохая пластинка, но и недорогая. Она, мне кажется, рублей 700. Стоит не больше. Джордж Замфир. Здесь все хиты Замфира и не только его хиты. Здесь вообще он исполняет на своей панфлейте замечательные композиции. В том числе «Одинокий пастух». Здесь и Билитис Фрэнсиса Лео. И тут, я смотрю, тут и Чарли Чаплина что-то такое, и Наденька Джеймса Ласта, и Ши Азнавуровская. В общем, много, много хитов. Но пластинка недорогая, рублей 600 всего стоит. Даже в идеальном состоянии. Джив Бани. Ну, даже я слышал, что, знаете, иногда говорят, что неправильно называют. Да, я вот как привык, там где-то, знаете, в 80-х засело у меня. И вот я и так по старинке и называю. Пусть даже иногда и неправильно, извините. Иногда я слышал, что он называется Джаев Бани. Ну, пускай Джаев будет Бани. Это, если не ошибаюсь, вот давайте поближе покажу. Это британский такой коллектив. Это что-то похожее на Star Song 45, кто не слышал. Это вот такие рок-н-роллы, свинги нон-стопом идут. У меня лично, в моей фонотеке, есть тоже несколько пластинок. Вот это вот Джаев Бани. Мне нравится. Мне нравится. Стоимость такой пластинки в идеальном состоянии 1200 рублей. На мешке они будут, то есть выбор есть. New York Voices. Это очень интересный коллектив. Обладатель премии Грэмми. Вот именно этого альбома здесь продюсером выступил Дэйв Грузин. Очень известный и мною любимый музыкант. Тут такой, это джаз-вокальный коллектив. Здесь и есть джаз-вокал. Здесь, кстати, присутствует на первой стороне знаменитейший караван Дюка Эллингтона. Так, ну что ещё сказать? Оригинальные внутренние пластинка не самая частая. Конверт ещё в заводской плёночке. Ну, думаю, рублей 800 можно попросить. Хороший джаз-вокал. Кому интересно, послушайте. Вот ещё один вокальный коллектив. Flying Pickets. Это английский коллектив. У меня такая пластинка в моей фонотеке есть. Здесь они исполняют множество хитов, включая... Вот Master of War – это Боба Дилана, по-моему, хит. А вот он, Лью – это Язу. Помните, исполняли? Здесь тоже она есть. В общем, множество хитов. 1984 года. Альбом Пресс, по-моему, американский. Точнее, напишу в лоте. Коммунарц. После... Классная группа, классная группа. Но бронский бит мне нравится больше. Джимми Сомервилль после ухода из бронский бит вот создал группу Коммунарц. Они выпустили, по-моему, всего пара альбомов. Это первый их альбом, 1985 года. Потом Сомервилль начал карьеру свою, так сказать, сольную. Но, тем не менее, альбом интересный, попадается часто. Это стоить будет, ну, я не знаю, где-то, ну, 1000-1200 рублей. Дайана Росс. Про этот альбом я уже рассказывал. Это ее альбом 1984 года. Голландский пресс. Здесь она с Иглесиасом. С Хулио Иглесиасом. Как я и говорил ранее, Хулио Иглесиас не был до этого известен в Америке и решил попробовать свои силы на американском континенте. Так как Дайана Росс в то время была уже мировой звездой, он к ней присоединился. И очень удачно. После этого альбома Иглесиас стал очень популярным в Америке. В том числе теперь уже и в Америке. Итак, с 1984 год Дайана Росс, Хулио Иглесиас. Пресс голландский. Стоимость до 1000 рублей. Стив Кикана. Стив Кикана прежде всего нам известен своим хитом «Is'n't My Family». Альбом также называется. Естественно, эта композиция здесь есть. Песню эту вы все наверняка слышали. Она была пета-перепета. В том числе Прешес Уилсон из Eruption ее исполняла. И по-моему исполнила даже лучше, чем оригинал Стива Кикана. Стоимость такой пластинки тоже до 1000 рублей. Сейчас не помню, может быть 800, вот где-то так. Это вот сборник. Как тут написано, нон-стоп диско, 60 минут. Здесь классные хиты, многие известные. Подробнее напишу в лоте. Пресс английский. 83-й что ли год. Стив Тейлор. Стив Тейлор, по-моему, американский музыкант. Это такой поп-рок. Честно сказать, вот здесь вкладочка есть. Честно сказать, как-то вот этот музыкант прошел мимо меня, честно скажу. Поэтому особо мне сказать о нем нечего. Цена вот здесь стоит 4,20 из какого-то магазина евро. Ну, наверное, где-то так 4,20 плюс пересыл там, ну, может быть до 700. Я не знаю, честно говоря. Может, она и дорогая эта пластинка. Я не смотрел, не пробивал. Том Джонс, Greatest Collection. Вот это самый лучший, на мой взгляд, двойной сборник Тома Джонса. Это, кстати, он редкий. Это дека, на деке сделан. Финское издание 89-го года. В идеальном состоянии. На мешке, не знаю, будет или нет, у меня такие были. Стоимость этого двойника 1500 рублей. И он, поверьте, того стоит. Теперь французский шансон. Двойничок. Вот. Джордж Брасенс. Это французский шансонье. К сожалению, он, по-моему, умер. И не шибко старым умер. Это довольно редкий двойничок его. Какого-то, то ли, конца где-то 80-х, начало 90-х. Французский поэт, композитор, музыкант. Кто не знает, послушайте очень интересный французский шансон. Стоимость такого двойника будет около 1000 рублей. Друзья мои, вот что я хотел вам сегодня показать. Если понравилось, поставьте палец вверх. Подпишитесь на канал. Постараюсь делать почаще ролики, как только будет время. Будет интересно. Все будет хорошо, друзья мои. Берегите себя. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok